здравствуйте здравствуйте сегодня у нас 8 апреля 2015 года канала подготовка программ плохие новости я вячеслав мальс со мной студии дар бабы джанин у нас прямой эфир да вот сообщение от наших спонсоров здравствуйте пока есть возможность решил еще перевести вам на победу нам на победу смысле всем надо всем спасибо вячеславу вот мы говорили там ну как бы реплика всего за полтора часа не успеть факты делить не надо ерунда не ерунда зрители новости пишем вопросы большинстве случаев думаю искренне да мы у нас нет такого жесткого формата да ну мы спорили о чем новости а чё ну кому-то кажется вот ерунда там кому-то больше новости нравится кому-то какие-то исторические факты у нас все новости даже исторические добрый день ребята я к астрологии отношусь доли здорового скепсиса но недавно прочитал прогноз глоба за 12 за одиннадцатый год где он предсказал начал третьей мировой вот эти мировой во время олимпиады или через пять дней после ее окончания вопрос такой интересный чем из провизии запасаться в первую очередь руслан который живой какой смысл смысл но йодом может быть так на всякий случай это мне кажется вряд ли по при ядерной войне конечно йодом только не таким йодом который уранки прижигают аптечным имеется ввиду в таблетках йод поскольку радиоактивный йод радиоактивный да он забивает эту щитовидную железу конечно да но у него период полураспада 21-23 дня ну ерунда короче если продержаться 21 или 23 дня то все нормально надо облопаться этого йоду только не как граждане там на сахар выливают и пьют такой йод не сильно работает обычного аптечного вот этого и все нормально то есть можно проскочить что называется как говорил доктор пилюркин помнишь да сверху надо не меда йоду а внутри надо к 100 ну да и вот такой но длинный вопрос начиная когда-то войну с этой хренью вы в любом случае взвешивали все за и против у вас семья бизнес как это легко тяжело просто человек интересуется ну как бы ну то есть тоже как бы выйти вот с таким же продуктом как у нас ну каким с каким-то своим и насколько это ну я не знаю мы думали об этом как-то правда говорить легко и приятно да ну да поэтому не знаю ну по-моему мы вообще не обсуждали вопрос о том а вдруг это там ну как как сказать нет не тяжело а в том смысле что а вдруг нас там арестуют или чё да да ну вообще тот кто занимается политикой в каждую секунду должен рассчитывать на то что с ним случится случится могут какие-то проблемы но они бывают и по-другому случаются поводу поэтому как-то особо сильно не боялись никогда это точно тебя это как бы не ну никак не перенастроил только режим изменился наоборот когда ты знаешь когда начинают там какие-то обыски устраивать или еще чего я очень сильно напрягаюсь очень сильно злюсь помнишь когда был последний обыск что я заявил если они не прекратят немедленно ну с кормишином там это все дела я создаю официальный комитет по борьбе с путиным и в общем-то открываю набор волонтеров и и что потом случилось я им дал неделю что произошло помнишь ничего все они свернули мгновенно больше ни разу ни на какие допросы они не вызывали потому что они обосрались мгновенно скажут нафиг этого мальцева сейчас он еще очень придумать завтра ружье пойдет и ку кремлю пойдет им это не нужно ничего ну вот такие вот и вот ты просил напомнить завтра в полдень будут собирать вопросы путин да потому что в 16 столь будет мероприятие поэтому вот вопрос вопрос пути мы можем задать и мы но у меня всегда один вопрос на больше все интересует есть у нее в зубе цианистый калий ампулы или нет того 6 нет то он дурак на его месте надо сделать вот так вот ведро туда на зуб вешать себе вот и тут мне вот задают вопрос вячеслав вячеславович признайтесь что вы просто завидуете путину путин великий разведчик великий политик великий тактик и стратег и просто великий многоходовочник но очень забавно я воспринимают конечно как шутку с точки зрения семьи смертных грехов вот один грех у меня наименее представлен многие выпячиваются конечно и гнев и гордыня тут я могу согласиться тех кто меня упрекать гордыне в том что я гневливый там и так далее я могу с этим согласиться но одного греха у меня почти не ну по крайней мере в этой грозде он самый какой-то там снизу это запись поэтому пусть я даже по определению даже не знаю как это делается завидовать вот гневаться я конечно гневаюсь на нее очень сильно а вот завидовать навряд ли да и чему тут завидовать я верующий человек я представляю что у него будет за гробом и а я никогда не не завидовал некрасивым людям да 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 ну таким вот мы же понимаем что он ущербный сколько у него сколько он в жизни перенес всяких проблем в тот момент когда я кайфовал он очень сильно нервничал плач я конечно не завидую тем более сейчас так лучше можно но новости кто-то про стекло какой-то вот тут сейчас я а так вот тут нам прислали про украину что там шторм более суток вот в кривом роге от марна машины дерево тут упала мы будем надеяться что никто не пострадает так вот и про чат очень много написали про чат и просят вот воронин сергей другие просят на референдум вынести вопрос нужен ли чат но в принципе может быть о чем нужно влечать но отключитесь не нравится но в принципе да каждый же может сам отключить его его же не обязательно смотреть включите на полную экран а вот спрашивает опять вот тот режиссер спрашивает а в чем поучительность компьютерного фильма который который я говорю вот привязались к этому компьютерному фильму ну представлять в чем поучительность в том что можно менять судьбу подписать в жизни и фильме человек идет и как вот у генри дороги который мы выбираем доходит вот вот то что внутри нас заставляет выбирать нас дорогу помнишь боливар не вынесет двоих и вот две дороги и ты пошел по одной а чё по 2 ты не знаешь а вот в компьютерном варианте есть возможность посмотреть этот и другой вариант судьбы то есть можно пойти по одной дороге а можно пойти по другой дороге и будут события развиваться может быть совершенно иначе может быть те кто здесь стал твоими друзьями там станет злейшими врагами и так далее вот это очень важный момент вот я написал также что про про войну вот я написал в компьютерный фильм про войну про вторую мировую что в эту же минуту можно увидеть что происходит на другом фронте на другом театре военных действий вот в эту же секунду представляю что там сорок третий год сам допустим 15 июля курской битвы можно посмотреть что в штабе гитлера что в штабе сталина там вставки вернее главнокоманды что у чершили что у рузвельта что у японского императора происходит и что происходит в африке и на тихом океане то есть это это совсем другой вариант учебного фильма а в то же время это может быть им историческая документалка но и как учебный фильм он очень насыщенный может быть ну давайте больше про это не будем говорить против навального пономарева и других оппозиционеров возбуждали уголовные дела за экономические преступления почему против вас нет таких дел о как ну во первых вы понимаете и пономарев и навальный они как можно говорить что там в их действиях нет состава преступления да у меня действий то нет у меня нет нет того что могло бы инкриминироваться как событие преступления не занимаюсь экономикой не занимать вообще никакими экономическими вопросами подтянуть меня за это совершенно невозможно иначе в давным-давно это сделали то есть когда я был депутатом в трех созывах понятное дело что я не ну как бы голосовал за какие-то вопросы и не более того иначе никаких взяток не брал ничего этого доказать невозможно почему потому что даже те люди которые носят взятки они меня не знают я их на порог ни разу не пускал понимаешь у меня даже с ними контакта нет поэтому то есть я всегда знал что я буду претендовать на то чтобы быть высшим руководителем здесь поэтому я стремился быть абсолютно чистым в этом отношении вообще не заниматься никакой экономической деятельности чтобы вообще даже близко никто ничего ко мне прицепить никаких собак не мог поэтому поэтому они даже и теоретически не могут возбудить никаких дел так вот эти вот письма будем который ты мне переслал читатель нет или уже время нет как считаешь так здрасте вячеслав писал вам в twitter но ответа так и нет давно слушаю ваш передачи и однажды возник вопрос а что делать нам если завтра путин вдруг помрет как нам объединиться активизироваться как мы узнаем друг другу пришла идея создать электронную партию который в принципе ни к чему не обязывает и не светится по принципу электронного правительства почему и можно а нам нельзя предлагаю или войти в совет партии или возглавить и или просто участвовать данной партии может вы можете прокомментировать данное что я могу сказать партию конечно можно создать нет вопроса и руководство открытое но членство не должно быть открытым вы понимаете что если мы создадим некую там электронную партию где-то у нас будет сайт там люди будут регистрироваться но понятно что это будет видно и для спецслужб и для всех остальных и будет возможность влиять на этих людей зачем нам это нужно мы говорили что для того чтобы принять участие в тех мероприятий которые начнутся после того как этого лололо здесь не будет необходимо просто собраться группы по 5-7 человек уже четко определить для себя задачу наладить контакт с другими группами вот у нас саратове с этого в этом отношении все в порядке я не буду как бы не раскрою особой тайны но если как что-то произойдет здесь несколько тысяч человек мгновенно будет под ружьем мгновенно причем сейчас их никак они не могут идентифицировать потому что ну это совершенно разрозненные группы так и в любом другом городе необходимо создать такую же систему и все так вот ребят очень падешь вас но всегда получаю не всегда плюс получается послушать дома был бы здорово если и параллельно с выходом передачи на ю тубе выпустить подкаст в ай-тюнс айтюнс я даже не знаю четко буду слушать вас не только дома на и в машине на работе то это больше к тебе вопрос не никому них это как мы говорили вот непонятно что ты прокомментировать я имею ввиду его можешь я тут даже не знаю чутку ариентарий простой если у нас есть куча зеркал да ну да канал в которые зеркалят наши передачи но если кто-то займется этим мы не будем зарабатывать айтюнс это аудио или что это чем айтюнс это этот сервис этого для айфонов да понятно не скачивают а нет айфона я не знаю чутку да так что мы не возражаем если кто-то даже можете зарабатывать на это здравствуйте вячеслав эфире вы упоминали про инвестиции в новой технологии показали стекло который вырабатывает энергию я учусь на данный момент в университете нам рассказали про это стекло но будет использоваться в экологически чистом городе и так далее который строится в арабских эмиратах вот есть 1000 долларов человек пишет надо ли туда инвестировать но если есть возможность конечно надо если вы сможете как-то туда проникнуть как я не знаю я не специалист по инвестициям но вы учитесь в университете вот вам флаг в руки вы проникнете туда и нам расскажите как это делается мы тоже будем знать потому что конечно в такой технологии стоит инвестировать и и точно не тысячу гибдд опровергла взрыв цистерны оправить опровергла информация о взрыве цистерны с газом на минском шоссе в подмосковье да знаешь как опровергли минское шоссе был закрыт а потому что перри столкнулись там зил и ман перевернулась цистерна и загорелась и выгорела но не взорвалась вот не замечать с газа хороший да то есть взрыв они опровергли да была авария да сгорел нафиг цистерна но не взорвалась полиция направил на исследование фрагменты металла из воронки под читой да вот тут какая-то фигня упала с ним читаю взорвалась очень сильно вот куски металла и почему-то заявили что скорее всего этот какой-то это какой-то баллон упал я не знаю какие баллоны с неба падают и взрываться на баллон конечно это не похоже потому что баллоны как известно сделаны из вязкого металла чтобы взрываясь не было как разлета осколков чтобы они разворачивались просто я помню как пришел на завод и работать после школы расписался за технику безопасности мне сразу показали такой развороченный баллон объяснили что нельзя брать масляными руками а потом привели в цех где я расписался по работе на прессе мне сказали что абсолютно точно нельзя быть поврежденным когда работаешь на прессе если все нормально я зашел в цех и увидел что нет ни одного человека у которого бы были все пальцы я для себя сразу все понял так и здесь это никакой конечно не баллон скорее всего это пилонный бак от самолета похож на пилонный бак а вот почему он взорвался фиг я знаю письмо бак керосин сбросил керосин то не взрывается но пусть разберутся в общем то интересно потому что эта штука упала и повредила дом если на голову начнут падать такие штуки у нас в россии то наверное будет неприятно российский программист согласился на операцию по пересадке головы да вот валерий спиридонов такой у него болезнь спины серьезно какая-то мышечная атрофия но я так понимаю что это системное заболевание и вот решился сделать пик ну как пишут да вот мне очень понравилось первым кандидатом на пересадку своей головы стал русский программист так вот так лента ру но перед не голову пересаживать в данном случае а к голове тело пересаживать если тонкости русского языка да это же голову пересадить программисту бред вообще но какой-то начнут итальянец сержио канаверо решил сделать такую операцию но ты помнишь стивен хокинг хотел 2002 году такую операцию сделать да и ждали даже донора а потом отказался от этого то есть я не думаю что у стивена хокинга лучше ситуация чем у этого валерия спиридонова но он отказался и многие вот мне жутко интересно как вот ведь обезьянам перешивали да но они же не могут рассказать об ощущениях а мне бы хотя бы услышать что он как и как он чувствует другое тело да условно говоря но я понимаю есть люди там руку ногу пересадили да это вообще другое тело как он его будет чувствовать вот это вот интересное знание ну что русскому программисту должны пересадить это как бы классика все-таки беляев написал голова правда с пересаживанием там уголов и тело и так далее но на самом деле вот фантаст написал то все она когда-нибудь будет но я бы не рекомендовал это делать вот чует мое сердце что это не надо делать как правильно тут один нейрохирург сказал что есть вещи гораздо страшнее смерти да ну ведь этот совет он такой да ты сам понимаешь что неважно даже если этот откажет следующий нет нет конечно что это решено есть у вас людей которые хотят более-менее жить приличного а живу сейчас в ужас ну как вот хокинг на понятно что это страшная жизнь и тут нельзя советовать этому человеку что-то он сам ну и попробовали бы а потом конечно нет 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 так что раз пишет обезьян обезьяны дохли да но ведь этим заниматься уже давно вы знаете вторую голову собаки пришивали который потом 40 дней жила доживут недолго это однозначно может ему хочется один раз хоть пробежать надо российские хакеры взломали компьютерную сеть белого дома только ленивый не ломка фото они залезли какие-то очень секретные сведения собрали вот метод значит я сразу не специально там спит секретные сведения для хакеров вот вот и об этом тебе хотел сказать как сложно раньше было для того чтобы передать без уху нужно вывести свеже убитого капитана с передовой вернее ну просто тело переодеть в капитанскую одежду наделить документами дать ему сумку да потом ехать на мотоцикле рядом с немцами чтобы они начали стрелять потом чтобы тот который отцом и вел мотоцикл убежала этого вроде они убили в сумке вот он пакет заветный допомж как это во время войны делалось ну то есть такие сложно сейчас никаких сидит хакер такой умный залазит и взывает супер секретные сведения страшные данные тис совершенно секретных очень секретно до города какие-то думаете ввести такой-то пароль да ну да то есть про братца лиса сразу вспоминаешь насчет тернового куста только не вздумай кидать меня в терновый куст вот так и здесь ну возможно так и распространяется дезинформация а если еще не распространяется то сто процентов будет распространяться потому что ну как быть самый простой путь на свидетелей по делу немцова оказывает давление спецслужбы пишут сми так имеется ввиду не свидетели по делу немцов в общем то свидетели по тому материалу который собирал немцов но вот илья яшин и все остальные они считают что это из единого так скажем проистекает и убийство немцов и и сбор вот этих сведений то есть вот яшин и другие говорят что сейчас очень сильно наезжает на тех кто давал показания по поводу убитых на украине то есть на родственников на тех кто там подписки давал они разглашение пугают статьей за измену родине представляешь пугают за счет этим делом давыдова и так далее ну посмотрим чем вот кончится всех не напугаешь но я сразу же в таких случаях вспоминаю все таки вот мы же по-разному все мыслим я сразу вспоминаю то делу который в 2002 третьем до в 2003 году с этими отрезанным человеческими ушами когда мне прислали перед выборами отрезанные уши их показали по центральному телевидению и мы очень сильно угорали на руководство так скажем кто выборами занимались думали ну прикольно но когда в день выборов у нас основная масса наблюдателей не вышла на участке потому что засали нам было абсолютно не прикольно то есть мы поняли что этим можно напугать то есть мы так думали ну как эти можно напугать ну уж прислали мы прислали чуть вот так то есть люди по-разному абсолютно рассуждают и конечно тот наезд который осуществляется на людей владеющих информации по участию российских войск в днр в лнр конечно на них пресс очень серьезно и осуществляется набирает силу скандал связанность попытками гиры гиры из героизации нацистов на этот раз в армении что в гиги героизирует нацистов ну да там что-то вот арутюня вот этот который служил в этом корпусе армянском армянский легион и значит вот его там как-то героизирует и по этому поводу возник скандал в израиле но это курсор инфа пишет об израильский ресурс как раз и он интересно что он пишет в россии набирает силу скандал связанные с попытками и так далее я пишу про армению то есть настолько вот это уже как бы одно единое до 100 российской армии в россии скандал набирает а пишет про армению я искал там хоть еще одно слово про россию нет ни одного слова про россию но важный момент вот такой вот фотография это фотографии из израиля вот с это уже рисунка ресурсы и вот смотрите вот идут люди которые принимали участие в великой отечественной войне вот мальчик с ними идет посмотрите у них вот эти ленточки героги георгиевский но это не ленточки которые так скажем связаны с великой отечественной войны это уже так сказать путинский вариант вот там уже как бы путинская пропаганда побеждает и когда мы говорили о том что победа великой отечественной войне она приватизирована господином путиным и он ее по-всякому использует во все дыхательные пихать нет вы не надо было делать мы тогда еще предпреждали говорили украинской стороне немедленно вмешайтесь немедленно вы видите что происходит то есть путин победил фашизм в сорок пятом году 9 мая вот что происходит а вы стараетесь устраниться от этого не надо от этого устраняться это том числе и ваша победа с начала недели пошел поток информации об увеличении трафика завоза со стороны россии вооружение вооружение тяжелой техники днр и лонера да вот меня спрашивают а зачем завозят эту технику там будут продолжаться бои так далее на самом деле что вы понимаете что сейчас там объявили сдачу оружия и вся эта техника она на самом деле не простая техника она наверняка и с военнослужащими сейчас главная задача вот у тех кто проводил в ростове вот это вот как она учение заслон 2015 они же я думаю там такой же заслон правой ты главная задача сейчас все там разоружить чтобы остались только войска преданные захарченко и плотницкому больше никого там не было вот главный задач мы предупреждали мы говорили об этом что неплохо был бы украинской стороне связаться с теми людьми которых сейчас пытаются разоружить мы говорили об этом когда их еще и не и не собирались разоружать теперь они поняли может быть мы им даже подсказали да когда про ярлык на княжении начали говорить и всю они сейчас по полной программе разоружать туда у меня так понимаю втаскивают свои подразделения может быть и соединение уже чтобы всех по нагнуть отобрать оружие провести вот этот заслон 2015 ты думаешь получится но я думаю что получится потому что пока куда денутся люди люди никуда не ну ну то же самое на понятие как ваше оружие могут закопать слушай ну в чечне пришли вот до сих пор но это я понимаю то есть там казачки закопают оружие часть часть сдадут как так буденный да когда сталин ему сказал ну ты пулеметы сдай помощью не три пулемета было два сдала один у них остался так и здесь ну здесь наверное один сдадут а два оставят это я все прекрасно понимаю но сам факт что а их стараются перевести в такое состояние как никаких нелегалов то есть вся вот это вот братья днр и лнр это такая легальная такая структура государства а вот эти вот такие незаконные вооруженные формирования эти вот законные формировали всякие моторол а эти незаконные это парадоксально совершенно ситуация и вот кстати тут сбросили нам но вчера говорили по пункту там убил кого-то моторолу не убил вот александр скрипник тут дает интервью он был в плену и рассказывает что у него на глазах моторолу убил бойца которую вначале избили жестоко а потом убил и вот тогда у меня вопрос такой если такие сведения абсолютно точные и подтверждаются почему не объявлена награда за живого или мертвого моторолу вопрос у меня к порошенко почему нет награды за моторолу ну 100 тысяч долларов 200 тысяч долларов за живого или мертвого но если его трудно в лнр в днр настигнуть нужно приезжать в россию отдыхать представлять в россии за 10 копеек человек убивают если кто-то вдруг сфотографирует сам момент так сказать убивание некого гражданина которую которого объявили таким образом в незаконно пришлет вместе с номером счета и получит деньги ну и что вы флаг его в руки какие проблемы почему нет вопрос и вот вопрос также из этого интервью этого парня я вынес что абсолютно не помогают семьям бойцов почему семьям бойцов которые там защищает интерес украины никто не помогает а за этих награды не объявляют как странно может порошенко не хочет побеждать так что кстати кстати если он не хочет побеждать то такой фонд могут создать частные лица какой-нибудь ярыш вполне может создать такой фонд люди будут присылать вам эти любит создавать такие да и ради бога все там как-то случилось так что человеком проблемы возникли ну возникли с фонда оплатили потом власти украины должны сами устанавливать страну заявил дмитрий медведев да причем это удивительно тут я выделила но у меня убежал он сказал что россии будет помогать но не будет вмешиваться мы естественно будем стараться помогать этому процессу но вмешиваться в это не будем это как помогать и не вмешиваться помощь это вмешательство или нет конечно ну а тогда как это вообще чем он бредит что чё не там нюхают я потрясен был просто я я не цепляюсь к словам я просто вижу что они несут абсолютную чушь ургу они уже сами запутались не знаю как тут россия и греция подписали план действий на 2015-2016 годы у нас теперь совместный план образования нет никакого плана этот план никто не видел я как пела старые песни планы нету план у нас последний да вот по плану вот у них такой значит что совместно будем делать чего-то но уже тут я для себя пометил сразу же что помнить как в этом его васильщик менять профессию что и турист хочет понять его не мудрено кемскую волос вот так и здесь и турист конечно что хочет он хочет чтобы электорат его любил у себя в греции нет прежде всего почему он приехал потому что говорить откровенно обманули электорат то есть когда шли на выбор гадать вы нас выберите мы такие классные эту муха из евросоюза выпрыгнем ну главное до власти добраться и долги отдавать не будем раз их выбрали они гад сусти отдайте вы нам там долго реструктуризировать там а с европейским союзом у нас конечно все нормально ну вот в этом германии дайте нам репарации другую чушь которую для электора на типа типа пд как это майские указано да 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 а германия дача это нам ваши майские указы до пляж и не прокатило вот эти майские указы не прокатили потому что люди там задают конкретный вопрос вы обещали мы за вас проголосовали вы сказали уйдете из евросоюза вы не ушли вы козлы что нужно сделать конечно бежать в россии конечно россия рядом в греции с огромным авторитетом как самая большая православная сторона греция тоже православие очень сильно там поэтому нужно приехать тут с путиным к этому гундяеву заехать и так далее то есть ну у него все понятно что ему нужно ну и конечно что-то отжать на халяву и представь еще ситуация говорю очень хорошая сейчас вот он здесь с путиным какие-то бумажки подписывает который никто ничего не видел который никого ни к чему не обязывает но следующий этап конечно это будут встречи с америкосами сейчас они тут подорвутся причем они все это прекрасно знать и все равно будут делать вот все равно будут делать еще никаких не назначена встречу послуж две-три недели все все поедут к нему или он поедет буду чет перетирать перед этим 9 мая и так далее ну и от них там конечно гораздо больше получит путин говорит он там не задавал никаких вопросов по поводу кредит но если вот будет у нас совместно это мы там денег дадим и в связи с этим вопрос а чё нужно путину что совместно хочет путин но об этом не говорили но мы понимаем а с 1 это а с конечно но он от всех почему-то хочет то есть у него пунктик такой вот там где-то застряла в голове что везде нужно построить атомную электростанцию а лучше да лучше 2 лучше 6 до как он этим обещал там пакистане вот значит здесь он тоже наверно говорить давайте мы вам там строим за свои бабки пока будет сто лет рассчитываться там но этот на машет головой сам не а если ну что никакой технологии быстросборные придумали так не знаю как ларьёк ухра сварной так рамы собирает но естественно они что-то насчет газовой трубы там маркетанин понять причем они сами понять не могут что потому что турки ни на чё не согласились а это звено главное то есть может греками договариваться о чем угодно но между ними турки находятся поэтому и конечно очень важный вопрос связанный как там сказано и я даже не знал что они будут это обсуждать вернее об этом не анонсирует ночью записал тема вложения капиталов ротенбергов тимченко осечина сэ у меня пропала сечина якунина то есть и тут маленькая такая строчка что обсуждается вопрос там приватизации в греции ну конечно обсуждается конечно эти ребята хотят туда с бабками въехать не сюда же здесь все разрушено и ничего не заработаешь то есть вкладывать здесь только вкладывать но ничего не получать а там можно вложить и смело получить поэтому аж деньги они повезут туда и это очень важный для них вопрос президенту российской федерации доложили об эксценденте с подводной лодкой орел сообщили их не пресс-секретарь дмитрий песков сообщили орел слышали у нас орел сгорел вот а мне парни вот прислали вячеслав на звездочке но это на заводе не просто загорелась а взорвалась подводная лодка в десятом цехе есть пострадавшие знакомый там работает в ожогах весь так что немножко информация не такая как ее представляют причем замечательная ситуация следственный комитет возбудил уголовное дело за как вот точно чтобы сказать так 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 куда делась господи ну за значительный короче причинение значительного ущерба да а эти ребята из компании из этой поиска которая вот объединенные судостроительные компании да нифига страшного вообще то есть крупный ущерб дело о крупном ущербе возбуждено а это никакого ущерба нет все нормально то что лодку сбросили утопили и тайка она перед этим горел несколько часов какой-то ущерб от ерунда но понятно что в общем то этим ребятам никак не хочется получать геморрой вот вопрос у меня такой вдруг возник вот вчера мы уже задавали этот вопрос я уточнил посмотрел и оказалось что это десятая по счету лодка которая сгорела представь 10 лодок я сочетал которые сгорели причем почти все в результате сварочных работ 6 сгорела на вот этой заводе звездочки и все которые сгорели на звездочки в результате сварочных работ сгорели что такое ну то есть каждому они дешевле каждым двум сварщиком вот этим который там валют поставить еще двух пожарных провод с огнетушителями все будет наверное нормально гораздо дешевле чем 6 лодок спалили мне кажется и такого не бывает нет ты же математика развоза них но один спрятать максимум 2 лодки делают вид что пожаром подожгли какой-то метод а ее куда-нибудь ну сейчас лодку уже не спрятать я на них акту и не спрячешь вообще не я не понимаю что происходит какая-то хрень полная как слушать этот боец который вот курил всегда в туалете и взорвались у нас все склады боеприпасов которые только были в советском союзе помнишь там все взорвались от бойца с сигареткой ну там ты было понятно там все украли понимаешь все украли надо было списать все сожгли взорвали а здесь что происходит зато этот вопрос появился путин на 16 ну да почему вот стоп сгорел нет нет вопрос звучит так да что случилось с подводной лодкой орел утонула или сгорела не надо расшифровывать надо задать ему этот вопрос как у нас ответить есть как бы он не ответил или она сгорела это уже все равно все по кругу да да конечно путину также доложили о разграбленном олимпийском поселке призраки да вот такой веселый псау и он услышал да наверно же мы все докладывали 1 апреля комиссия пришло по присаж поселок веселый псау 1 апреля приходит а там и людей практически нет там что-то 79 индивидуальных домов нашли в этом поселке а заселены только 17 остальные все расхищаются бешеную очередь сочи за жильем там свободные дома стихова выселили да и обещали да потом до этого для них строя причем это не один поселок вот еще возле села раздольное есть на берегу министерских озер так называемых такой же поселок там еще худшим состоять то есть все заброшу уже все разворовали и то есть сейчас селить уже людей нельзя потому что украли окна выдрали там все разбомбили и никому делу нет там даже людям я так понимаю никуда за электричество платить от них даже управляющие компании отказались потому что они же не дураки они понимают что если управлять и надо охранять охрана стоит денег ты столько с них 17 домов не получишь столько денег сколько ты потратишь на охрану поэтому скальнула слаг ну нормально да строительным космодром восточный в амурской области выплачен 9 миллионов рублей за должности по заработной плате ты можешь себе представить 9 миллионов каких-то варона на ушах стоит огромный космодром этот строить где вкладывают какие-то бешеные деньги устроить спецстрой и у нас когда спецстрой ты знаешь я много про про спецстрой знаю вещей так скажем потому что у нас саратове он представлен а особенно много мы узнали когда строили в горном поселке когда я меня спросил аудитор главный ну один из аудиторов счетной палаты вот и там подсчитывал сколько украли по по-твоему сколько украли я году почти до вены 70 процентов и плохо ты почитал больше 80 ну то есть больше 80 мы помним все что в саратове были огромное количество так называемых помоек то есть десятки фирм которые были созданы для того чтобы отмывать вот эти деньги которые шли в горный и то есть был все построено с бешенными нарушениями ну как можно там меньше чем за 20 процентов построить конечно и люди которые там работали с этим спецстроен рассказ министра здравоохранения нашего понравится слава такие бабки там я говорю валь и чё там какие угодно вот собрали бит они сидят г-1 как я его даже не знаю какой-то совсем мелкий плачет вот там чего-то у меня там не так там это не так чем не денег никто не дает один из руководителей сидит но он затрахал ныкну дайте ему миллиард ну ладно на те миллиарды вот так делаешь миллиард на тебе поэтому восемь миллионов ты представляешь девять ну там знаешь под ноль вообще вот как коровы языком все вылизывал под ноль потому что мы знаем как приезжать представитель тоже только в комбарке но мы занимались этим вопросом тоже уничтожение химического оружия представителям спецстроя приезжают военные вот эти химики которые занимались но они из организации который назывался по безопасному хранению уничтожению там и относился к министерству промышленности но при этом все в форме в генеральский один приехал мне товарищ раз как он приехал как я с них без джипа не слезу туда в комбарку уезжать все в джипе в целлофане уехал на этом джипе все нормально от он приехал я быть документ маленький подписывать он будет без джипа не слезу с них все вот так так там та же самая ситуация еще хуже поверьте потому что там еще не разваливалась все на фиг следственный комитет возбудил дело по этому факту не выплаты зарплаты но это понятно что возбудил делу потому что те люди которые как бы все похитили там они наверное не в системе им таких полномочий наверное не давали чтобы они все похищали но теперь их будут наверно выдавливать так выдаивать посмотрим все выжившие моряки иностранцы затонувшего траулера дальний восток взятый под административный арест но я для себя написал пострадавших надо лечить и психологически реабилитировать а для этого нужно принять решение где это лучше сделать в рф или у них на родине принимается решение что лучше их посадить в тюрьму ночью они свалились в воду в эту ледяную там представляешь какой посттравматический синдром то есть эти люди как они могут и через 40 дней через два месяца просто взять и умереть и все это прекрасно узнать что такое бывает до синдром внезапной остановки сердца как посттравматический синдром мы сейчас реабилитирует на даже если у них нет никаких как бы соматических ну и хотят свинтов судить вот за незаконную трудовую день конечно и часа вопрос вот борт корабля это территория да нет от территории это неважно их принимали на работу на их условиях вы государь да я не хотел борт корабля тот вообще никого отношения это пришлут власть подонков абсолютно они могли надо не знать кто вообще да они были в порту конечно они сидели сидели хочешь рыбу ловить да хочу садись на день как он их сейчас зачем закрыли это понятно зачем закрыли будут держать 15 суток будут прессовать для того чтобы они подписали бумажки что они будут обращаться ни в какие суды отказываются от всего и так далее то есть это натуральная прессовка для того чтобы потом с ними не было никаких проблем то есть сейчас не получит еще нужные показания тоже очень важно там же нужно какие-то определенные пола показания вот я написал для себя вызывают оторпь решение прислужников этого богомерзкого режима богомерзкого человека ненавистнического режима вот так можно сказать действительно представляешь люди попали в такую ситуацию и они же оказались виноваты вот эти вот кого набрали там от трал тянуть там я не знаю что там делать но всю черную работать там не капитанами не штурманами взяли правильно то есть они-то за это точно не отвечают но их вот нашли способ закрыли русском надзор через суд запретил использовать фотографии знаменитостей в мемах и фото жабах ухты страшно теперь все будет а фото лягушках можно бред причем там знаешь как они пояснили что те которые являются положительными тем можно который отрицательным те нельзя вот ты мне скажи вот хорошо для чего вы вчера мы говорили о том как пиарится навальный да вот был этот как его корейский вот этот вариант там тушканчик смерти пляшущий под дудку сша ну тогда ну то есть пародия который я так понимаю с его по его заданию было сделано для того чтобы в период когда надо говорить что это все козлы их надо поставить к стенке включая все высшее руководство этой эрефии но он отмалчивается он как пытается лавировать но все с этим нужно привлекать как-то внимание вот он делает вот такие вот как их назвать из но ролики так их назовем который никого ни к чему не обязывает но прикольно и вот это положительно ли отрицательно вот вот такой ролик про навальный он положительно или отрицательно вот как они вот это роскомнадзор разберется где нет я же искал это не для этого делся да они же принимают закон для конкретных вещей нет я думаю им нужно убрать вовочку путина из директор если вам нужно убрать мигмит россии им нужно убрать усы пескова вот эти вот сайты то есть они самым главным вячеслав викторович убрать потому что эти так не реагирует сильно а вовочка путин даже вообще не знает об этом не и может наверняка доложда но вряд ли но предлагаем нарисовать фото жабу на роскомнадзор у кого есть таланты да мы разместим а кстати у роскомнадзора мы все время говорим у него же есть какое-то лицо до руководитель то у него есть пора его выйти вынуть из тени да и уже начать на него делать фото жабы и пускай он сам подает ну как бы сказать в суд до продажи автомобилей в россии в марте пятнадцатого года сократились на 42 с половиной процента это по отношении к прошлому года ну серьезно это мы же понимаем что автомобильная промышленность также как и строительство это локомотив и когда говорят вот мне задают вопрос рубль укрепляется там какие-то люди пишут за денежки путина о том как замечательная экономика развивается независимо от санкций ну вот объективный вам как бы этот как латмусовая бумага как тест объективный до 42 с половиной процента это очень серьезно дальше я думаю будет еще больше силована сказал все все ништяк пошло лишь рубль растет все прям буквально вот со дня на день будет нам счастья вот мтс свободно от санкций сохранять доступ на зарубежные финансовые рынки и может занимать как в рублях так и в долларах да я тут даже вот прочь и прочитал и записал совокупный долг мтс наконец четырнадцатого года составляет двести девяносто два миллиона рублей чистый долг сто восемьдесят пять миллиардов миллиардов сто восемьдесят пять миллиардов рублей ну и так далее вот этот я никак не могу понять каким образом мтс может задолжать не я понимаю что они брали кредиты и сейчас они тоже хотят 500 миллионов кредит вопрос нафига мтс кредит у них высоко рентабельная система производством я это не назову высоко рентабельно зачем им кредиты вопрос куда они где хоримин на экономика так устроена да причем может сказать все что угодно нет ни одно предприятие не работают без кредит нормальные большой я не я готов об этом разговаривать но в течение многих и многих я могу это если у людей слова если у людей три тысячи процентов прибыли зачем им кредит но ты рассуждаешь как все рассуждают кто никак не предприниматели не капиталисты ты же не капиталист почему предприятие берет кредит это тема очень большая монет это систему предприятию которую три тысячи процентов прибыли берет 3 же говорит и рассуждаешь не как не как капиталист ты рассуждаешь исходя из того я купил яблоко за рубль и продал за 2 и на это яблоко 3000 процентов прибыли не относятся к яблоку те суммы которые они берут гораздо меньше их прибыли зачем брать сумму я понимаю если у 3000 процентов прибыли и вот столько они берут и гиги и сколько производства и вот собственно само предприятие это одно и то же нет это суть разные вещи производства она работает своим чередом и у них там деньги какие-то свои а финансовые так сказать дела предприятия это финансовые дела предприятия сейчас большинство крупных компаний зарабатывают деньги на финансовых рынках они на том что они производят компания сименс зарабатывает но я вот там читал статистику 70 процентов они зарабатывают денег на финансовых рынках и только 30 на своих основных продажах поэтому берут они для для игры на финансовых рынках а это может называться строительством газопроводов и так далее и так далее поэтому ты говоришь на чё они берут на на прибыли берут собственно ну а цичешь вообще-то каждый должен заниматься своим делом на финансовых рынках должны финансисты играть капиталы играют как капиталисты рассуждаешь а как прыгнул как с точки зрения производства да нет то это не в этом дело вот аят побочный бизнес можно можете считать у мтс в результате спекуляции они попадают они попадают перейдь в результате спекуляции влетает производство а мы должны оплачивать их спекуляции на хер они нам конечно я же не говорю что это правильно да и условно говоря я просто говорю как устроены нет я поняла потому что современные предприятия работает одноконтурная система денежного обращения они двухконтурная как советском союзе было понимаешь наличные безналичные здесь работает капитал он и и там капиталы там капитал поэтому конечно быстрые деньги оттягиваются у ну как бы сказать у капитализации у медленных денег у медленных прибыли и все к этому идет это логика развития событий это не люди злые это так устроена финансовая система прошу прощения за мини лекции арбитражный управляющий вывел саратовского завода 12 миллионов чего рублей рублей или людей вот я для себя написал почему кто-то решил что арбита разные управляющие будут делать что-то кроме воровства когда принимал закон об арбитражных управляющих 90-е годы я сразу тогда сказал для меня было абсолютно понятность не было я ни одного арбитражного управляющего не видел я говорю все придут жулики все развору то есть это был совершенно очевидно и и сейчас почему-то вот представляешь вот арбитражный управляющий украл а чё же он должен был сделать еще а вот для чего поставили разве не для этого конечно для это во фрунга а так это тоже самое не это вот лохова осветление лохова осудила в лондоне у сбербанка кибб 4 6 миллионов долларов внутри 1 миллион фунт стерлингов вот то есть на нее там наезжали плохо с ней там обращались говорили что она кокаин нюхает и так далее вот она у них отсудила забавная такая ситуация не поняла суд то где бы в англии конечно в англии что думать здесь 3 миллиона фунтов кому кто-то бы отсудил тут 3 миллион копеек не отсутствие то что фут сотрудники уголовного розыска задержали двух человек которые похитили 12 книг представляющих историческую ценность после пожара библиотеки института научной информации вот я напоминаю 31 января я в твиттере можно посмотреть записал газета ru пишет угроза книгохранилища в библиотеке и не он исчезла я пишу а сколько исчезла из этого книгохранилища раритетов то есть когда было заявление о том что книги только были сожжены на сгорели ничего не было украдено мы очень сильно сомневались и были уверены что украдено очень много вот представляешь если даже там какие-то лохи сперли это сперли реальные лохи то есть не это они не раритеты украли то есть то что реально там пропало еще предстоит оценить но это точно не появится где то то есть они я так понимаю сперли эти книги не знали куда их деть и начали везде пытаться продать ну продали ментам конечно их сласкали все очень довольны ну как те менты помнишь которые с подразделением неведомственной охраны тоже уперли апостол да они хотели за миллион доллар продать апостола и естественно кого никому можно продать ну так же таким же ментам или или фсбш ником потому что они кого-нибудь знают те кто ворует книжки они как правило их не читают по этого они не знают тех кто связан с этими книгами они начинают первого попавшего стри трясти ну давайте купить а это очень узкий круг который в которой очень трудно попасть там все друг друга знают поэтому любой сбыт таких вещей лохом каким-то он предполагает его попадание в тюрьму а вот когда не лохом сбывается то здесь здесь процент что никуда не попадет потому что там все там четкая система и терроритет который оттуда украли мы о них не скоро услышим московских полицейских задержали за взятку 50 тысяч рублей причем я так понимаю их уволили с работы и ну не знаю будет там что-то еще продолжаться или не будет они я так понимаю обещали от патрульно-постовой службы полицейские обещали что такие протоколы они составили что эти протоколы они ход им не дадут ночью бред уже 50 тысяч рублей вообще за какую-то вонючку сколько же за право а теперь вот когда они все это накручивают накручивают сколько ждать заплатить чтоб права вернуться если человек пьяный ехал 200 300 сколько 500 тысяч безумие совершенно в читинском сезона один мертвым предполагаемый глава криминального сообщества забайкале константин дубинников известный как костя татарин в читинском а то ты сказал папа чатинского как когда ну кто-то как ксерамызин говорил да никогда не было и вот опять то есть вы видели как всех кущевских бандитов ну все они и перевесились да как-то все вдруг разом не выдержали да кто-то учили ставки за умер кто-то повесился мы видели как другие тут у которых обвиняли в определенных тяжких преступлениях и возможно они могли что-то сказать они все вдруг вешают другие не вешаются а эти каким-то образом так вот их совесть на ему заедает особенно также вот повесился тот человек которого обвиняли в убийстве жени григорьева прокурора саратской области тоже взял и вздернулся так вот а удивительной ситуации в начале повесился тот человек который был промежуточным звеном якобы то есть уехал на мотороллере к тещи в пензу там дом этот блокировали и сутки держали этот дом под надзором там наружные наблюдения проводили а потом когда туда зашли в висит окажется надо же а потом задержали злодеи да злодей вдруг тоже через год взял в тюрьме повесился очень все странно в москве арестован на два месяца 52-летняя учительница из шатура подозреваемые в попытке организации убийства подростка ну тоже когда продам я так понимаю ну вся два года соответствующий возраст а в определенные биохимические процессы в организме происходит да не у всех да как этот линокс мягкий словно бархат да это не у всех климакс мягкий словно бархат кого-то штырит вот она что-то у нее с головой случилось начала искать кого-то чтобы убил подростка но и тут менты молодцы конечно сразу раз а мы можем ну естественно заказала им они сказали что убили передала деньги теперь они повязали палочку нарисовали ну чистейшая провокация конечно с психически нездоровым человеком но богом судья конечно что тут скажешь пьяный восьмиклассник поджег своего знакомого из казани да что происходит то жуткое совершенно восьмиклассник поджег девятиклассника вообще просто врезать наблил его какой-то горючкой подпалил в общем жилую женщину ограбили в подъезде собственного дома да в саратове ищут грабители которые у женщины украли у пожилой двести двенадцать две тысячи рублей и сумку вырвали нужно понимать что это не мог быть случайный человек даже бабушка заходит у нее там не два рубля в сумке оставшиеся от пенсии а двести двенадцать два она же не ходит с этими двести двенадцать двумя рублями ну то есть вероятность того что это случайность очень небольшая поэтому странно почему по горячим следам не захватили то есть круг тех людей которые которые могли быть в курсе дела его очень легко очертить и найти этого человека но как видишь так работают все скажешь журнал русский news week опубликовал рейтинг самых криминальных городов российской федерации да вот самыми криминальными городами в основном являются города которые находятся за уралом с той стороны азиатская часть вот смотри вот убийство и покушение на убийство на первом месте козыл потом чита якутск иркутск братск сыктывкар хабаровск южно-сахалинск улан-удэ уссурийск соверш износил покушение на изнасилование козыл горноалтайск чита перми березники на пермская область сыктывкар якутской листа но ты листа видишь здесь вот и и ижевск тоже здесь и екатеринбург но тоже можно считать что почти здесь да так вот поэтому и так далее то есть по всем преступлениям козыл этого скажем родину нашего замечательного генералисимуса шойгу но там где-то под козылом этим родился насколько я понимаю вот он везде на первом месте козыл и все что вот там за за уральским за уральскими горами вся азиатская часть там что-то жуткое творится недаром помню еще в 2007 году крохин притаскивал статью потом я ее находил в интернете дяденька один написал он ездил туда на дальний восток в сибирь долгое время там провел на байкале вот он описывал что там происходит что в малых городах люди за хлебом ездят на такси чтобы их не убили не отняли деньги что не в некоторых селах там осталось по несколько человек пенсионеров очислиться по 200 человек по 300 почему потому что пенсию на всех выписывают но там сами они хоронят а там выписывают на всех им долю малую какую присылают за это чтобы они там помалкивали ну а те кто пенсии занимаются они очень сами все получают все деле ну и так далее вот она увидим мошенничество рассказывают да вот тут предупреждают что сейчас ходят какие-то жители таджикистана не только таджикистан и и помечают ставят определенные знаки маркером на почтовых ящиках маркирую те квартиры где проживают одинокие люди у которых в общем никого нет и ничего кроме этой квартиры то есть для того чтобы идет какая-то группа но как как наружка действует да то есть есть наружка есть установка то есть работают одни заниматься наружным наблюдением выясняют какие еще квартиры а другие потом идут с установкой приходит здравствуйте мы там из администрации там мы там с пенсионного фонда что-то устанавливать так и у бандитов та же самая система что говорит о том что они имеют представление о милицейской оперативной работе да вот то что то же самое они наверное проводят наружные наблюдения ну или собирают сведения из поликлиник откуда-то а потом уже вот установка работает и фиксирует там на ящик то есть таким чтобы не по одному сразу скажем большой кучей проводить какие-то криминальные мероприятия в париже в ашан вместо бананов случайно завезли кокаин что это не так в бананах то все время ну в кокаин в бананах потому что это из колумбии из тех мест бананы поэтому легче всего их прятать и ашан вот во франции это тоже вполне предсказуемо мы знаем что во францию германию там нидерланды привозят в бананах кокаин и поэтому у меня возникает 10 раз один и тот же вопрос почему кокаин не привозят в бананах случайно это же ошибка почему не привозят в бананах в россии ни разу не привозили то есть во все страны по 10 раз уже ошибаюсь ну потому что этого кокаина наваливают битком что-то не туда пошло там чет подписали не туда бумажку с этими бананами ну им же не принципиально какие бананы туда какие сюда они пришли не туда бананы вот в этот ашана должны были там куда-то в другое место прийти ну и все и вскрылась а в россии такого не происходит и у меня один единственный ответ что в россии кокаин приходит абсолютно легально то есть через государственные структуры без всяких бананов вопрос фасует и везут сюда потому что он нами наркократия команду то они занимаются этим коксом французский сенатор и бывший мэр города тура жан-жермен покончил с собой в начале процесса по делу о китайских свадьбах ну и лишь в россии таких нет и этот жан-жермен оказался не сэн-жерменом не бессмертно человека обвинили я там послал на самом деле злоупотребление даже не хищением злоупотреблениях он взял себя убил их как там люди тяжело это воспринимают здесь абсолютно спокойно здесь почему-то только вот кущевские бандиты собой кончают до семеро граждан россии задержаны в турции при попытке присоединиться к исламскому государству ну да мы говорили о том что это будет продолжаться и вот турецкие власти говорят что уже с 11 года задержали 59 граждан тех которые нелегально и незаконно хотели перейти то есть это те которые инициативные так их назовем которые вне системщики те которые находятся уже в системе игил они совершенно спокойно попадает очень там и проводники есть и все поэтому этот очень такой момент над которым бы стоило задуматься границкий добровольцы получили статус участников боевых действий нет тут пара богатых ну это тоже да это не сюда ты бывший заместитель главы магаты иран может создать бомбу быстрее чем за год этот вопрос который мы на котором останавливались то есть спрашивает он поэтому что же барак обама не знает об этом что технологии раны позволяют создать за три месяца он сказал создать атомную бомбу и вот у меня появилось такое вообще не что конечно не что они знают это однозначно ну не появилось может они они хотят что такие бомбы были созданы помнишь еще два года назад мы рисовали такую конструкцию которая была бы наиболее удобно для всего мира это конструкция создания ираном ядерного оружия и средств доставки потом нагнетание какого-то конфликта потом провокационный удар каких-то сил но не иранских конечно с территории близкой к ирану то есть это либо с персидского залива либо из каспийского моря либо с территории ирака вплотную к территории рано который бы были а зафиксированы как удар с территории ирана по по волжью по в частности саратову по волгограду по ульяновску а далее ответ российских так сказать старые сил стратегического назначения по ирану и все и полный руки на ролл потом запрет ядерного оружия для всех то есть такой сценарий в общем-то я вижу что и сейчас актуально очень актуально может быть даже более чем два года назад поскольку тогда кто-то мог бы пожалеть путинских а сейчас никто не пожалеет но бараку обаме не относится барак оба барак оба я понимаю что он он абсолютно в темную использоваться понимаешь он слишком простой наивный товарищ барак обамы когда рассказывает про злого обаму такого мне всегда очень смешно да вот вот и так прикольчик такой злой так аверка эфизмической команды вне армии сша переносит свой командный пункт бункер в горе шайен штате колорадо ну да вот они из этого бункера две тысячи том ушли а теперь возвращаются в не ушли а как его забыл как его звали терминатор то ну не торговец как и до вес как другой там было там несколько другой был вот хотя ну наверное имелся ввиду и тот же самый бункер туда ты прав ты не там что же горит 3 да ну там все лампа вы обрели ты помнишь да в третьем там все ламповый был но у них до унижая вот с 60-х годов то это был главный вот этого стратегического командования центр который везде описывается вот про третью мировую ядерную войну он везде описывается во всех фантастических рассказах ну что можно сказать ребят всерьез начали к войне готовится то есть если они переселяются в гору значит они в общем-то знают что-то такое чем добыча нефти в сша побила абсолютные рекорды но это очень легко был прогнозировать может говорили что соединенные штаты будут сейчас наращивать получив разрешение на продажу за рубеж от своих властей они будут наращивать и вывоз так скажем за границу сейчас со временем они конечно переплюнутый саудовская аравия тысячи уже не переплюнул р рф совершенно точно место министр обороны японии сделал официальное заявление об нло да он официально заявил что и нло нло там нету в японии в японии нет нло заявил министр то есть что все вот вещь которые как не опознанные летающие объекты были классифицированы потом при опознании оказывались чем-то вполне таким банальным земным то есть внеземного происхождения не было ни у чего ничего не у единой так штуки тем не менее возле международной космической станции был замечен дискообразный объект внушительных размеров да и дискообразный и вот это что ли какая фотография тут все что-то уплыло вот дискообразный до объект внушительных размеров еще там сигарообразные тоже объект может какие наводки на камере ну нет сигарообразные очень часто не я не говорю что это обязательные инопланетяне но что вот эти сигарообразные объекты они очень похожи друг на друга что это как какие-то вещи идентичные тем которые снимали до этого если посмотрите сигарообразные объекты сняты из камер мкс то это и за 12 и за 11 и за какие только годы нет этих сигарообразных объектов а сейчас очень просто их обнаруживают то есть есть масса людей которые вот это прямое включение которое транслируется в интернет они отслеживают это прямое включение смотрим чё там раз увидели их нифига вон там что-то пролетел рук давай отмотаем отмотали зафиксировали то есть масса глаз если раньше только там в центре управления полетом были глаза которые за деньги смотрели то сейчас деньги готовы платить чтобы выполнять работает парадокс когда мы говорим что что скоро придет время когда работу будут выполнять только избранные вот это к этому уже относится то есть работа связаны с космосом ты посмотри на марсе там что-то заметили люди которые добровольцами их назовем да вот с этими мкс тоже добровольцы на солнце наблюдают глаза жгут каждый день добровольцы тоже ник им никто никаких денег за это естественно не платит ну и мы тут с тобой вот вещают тоже добровольцы но мы хоть политикой занимаемся а люди астрономии занимаются люди инопланетяны ищут у них ученые переслали сообщение из одного мозга в другой фотографии они у меня вот куда-то плыве ледик вот как она она такая длинненькая тогда нет она подойдя они сами на то график куда видишь ушли мы подними и вот это ну вот вот сюда вновить вот нет вот на эту вот видишь ты перескакиваешь наведи ну вот 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 наведи ладно ты уже ж навел не валу куда-то ушло воды подними ее но она не ворочается как я что ж такое я же говорю вот наведи вот 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 все поднялось ничего не поднялось вот здесь тогда вот такой аппарат придумали для того чтобы мысли на расстояние передавать но на самом деле в этом нет ничего особенного это же не телепатия в чистом виде почему потому что если есть аппарат по управлению самолетом мыслями если там какие-то компьютерные игры то есть одевается какая-то шлем какой-то на голову и все и вперед и без рук грубо говоря можно передавать команды связанные с движением то почему нет ни у мозга мозга все-таки из приборов прибор ну да конечно это при помощи прибора это же не напрямую если как вот советский период занимались там во всяких этих комнатах помнишь там различные создавали комнаты там передавали какие-то образы и там до 70 процентов образов точно передавалось на расстоянии в несколько тысяч километров ну как бы эти исследования сейчас прекращены почему-то а это совершенно точно что это было сделано и в общем-то результаты описаны котенок добирался великий компьютерный знаток мальцев а я не претендую на великого компьютерного знатока человек не должен знать и не может знать все вот представьте я мог бы заняться компьютером и конечно все бы это изучил но вопрос нифига наверное каждый должен заниматься своим делом от того что я бы умел нажимать правильно кнопки на компьютере меня бы здесь не слушала каждый вечер по 50 тысяч человек да как вы считаете вот если бы я правильно нажимал кнопки на компьютере пришло мне 50 тысяч послушать человек ну нет все пошел ты нахер нажимай для себя что ты говоришь котенок добирался и из египта британии 17 дней пищи да и без воды и представляешь вот этот самый главный момент такой вот прям тоже из египта даже котят побежали британии сейчас самое интересное конечно это то что стоимость карантина вот тут пишут 2000 фунтов за котенка надо будет заплатить и сбора объявили 490 фунтов уже собрали то есть английское правительство еще за тук на эту котенку хочет заработать вообще геройский конечно 17 дней без воды и без еды 14-летняя девочка спасла эпилептика вот любляна польша мужчине стало плохо в автобусе все потребовали чтобы водитель остановил автобусы вышли а 14-летний ребенок какая-то вероника шушкевич она этого человека спасла она хочет стать фельдшером вот за такими людьми будущее я думаю китайский казанова был разоблачен попав в автоаварию но вот это замечательно конечно очень надо было обязательно эта новость представляешь у него оказалось 17 женщин он попал в аварию всем сообщили что он попал в аварию они все прибежали туда у кого-то даже дети от него есть и никто не знал что он еще с кем-то сожительствует представляешь молодец такой вот только авария подвела центре москвы обнаружен подпольный бордель для политиков и звезд шоу-бизнеса дачу тут сейчас не понял вот для политиков понимаю а для звезд шоу-бизнеса зачем им барреля они так в борделе каждый день находятся душ рокеры точно за секс не платят вот поэтому ну тут какие-то вот они забавные сообщения тут вот этот подпольный бордель а до этого в на квартире у марины юдашкина и горный клуб нашли и туда полицейские приехали а все оттуда разбежались по какой-то пожарной там или черной лестнице да то есть ну это происходит то же самое ты знаешь как вот сразу вспоминать триумфальная арка помнишь ремарка триумфальная арка он описывает францию накануне войны то есть как где там бордели какие-то особенные где там женщин льдом вытирают чтобы они были холодными посыпают их тальком и они должны изображать трупы когда уже все ну садом и гамора в одном флаконе вот сейчас у россии то же самое садом и гамора в одном флаконе поэтому когда говорят что ждать в будущем но ничего хорошего это надо пережить когда садом и гамора что ждать ну серу с неба что ждать больше нечего да у сера с ним пройдет кто не сгорит в этой серии не будет обращен в соляной столб из-за своего любопытства но может быть и все нормально дальше будет с теми давай на вопроса отвечу дальше а то там помните наезд на вячеслава в передаче время подолков за март совпадение разберемся на google подписывайтесь слова детальнее может ответить или самим разобраться а что по какой наезд а был время подолков это где сказали что мальца вдруг володина что или чё там нет там про немцова было основном что ты сказал про него хорошие слова а он там ну разграбил страну как-то смотрел а я чё-то сосуде с вода в явшей никуда там кусочек ты просто комментируешь на самом деле не на тебя наезд она немцова там был в этом фильм так вопрос володин ли вы полный балбес вы надеете что люди которые всегда были рабами друха очухать свалок думать что дохло я не знаю что думает валу не вообще насрать что думает володин чего ко мне с этим володином привязались у меня своя свадьба у нее своя по хочет отжать это государство с рабами с этими с вами со всеми а я хочу сделать рабов более менее свободными причем захотят они или не захотят меня это совершенно не волнует я им прикажу быть свободными они как рабы скажут есть мой фюрер будем свободными так что в анселот конечно мы все как бы смотрели убить дракона молодин просто хочет стать главной головой у этого дракона ты хоть чтобы не очень не было голов да вот это вот наша разница очень большая добрый вечер вячеслав расскажите какой на ваш взгляд ожидать развитие беларусь на ближайший год и что ожидать самим беларуса будет ли изменение кто будет президентом после выборов ну президентом безусловно будет лукашенко как бы вам нравился не нравилось почему потому что я так понимаю что он уже со всеми договорился и с америкосами договорился и договорился с путинскими причем с путинскими наверно даже меньше договорился чем с америкосами потому что тем вот точно ничего не надо менять представляете если сейчас еще вот и с европейцами особенно если сейчас там еще что-то загорится вообще нафиг никому это не нужно поэтому как ладно сколько сколько там лукашенко еще просидит но четыре года ну пусть просидит сейчас самый главный задача разобраться с этим вот вовочкой а вот после вовочки уже можно там с лукашенко договариваться разбираться все что угодно потому что они понимают что сейчас если тут с лукашенко они что-то начнут как на него давить от будет ток усиливать путин давить нельзя безусловно поэтому конечно выборы осенью которые там запланированы или когда-нибудь бедные терпеливые белорусы до белорусов как придется еще потерпеть причем так как в россии ситуацию ухудшается она естественно будет переноситься это это ухудшение будет переноситься и на беларуси но беларуси есть некое преимущество очень большой перед россией во первых белорусов мало во вторых белорус трудолюбивый и в третьих там не уничтожено производство и система работает как бы мы не говорили что там вот беларуси там трактора беларусь в основном там отправляет в россию там мазы в основном в россии ну нет вот надо фотографии показать где тащат минометы в северной корее тракторами беларусь красными такими все-таки еще куда-то находит места куда продавать потому что продукция достаточно конкурентно конкурентно способна и я думаю что это будет развиваться почему так было потому что ну это бизнес бизнес старается идти по наименьшему сопротивлению наименьшее сопротивление это было продавать в россии сейчас это вызывает определенный напряг напряг вызывает значит как вода бизнес будет искать другие щели сейчас будет с украиной там с кем угодно с северной кореей с молдовой с китаем с кем хочешь будет договариваться еще не факт что с американцами о чем не договорятся да поэтому я думаю что сейчас конечно там ситуация будет во многом исправляться потому что также точно действовать как действовал лукашенко он не может и закручивать гайки сильнее не может это парадоксальная ситуация то уж можно сорвать резьбу если были какие-то умные консультанты они бы ну я думаю посоветовали как выстроить систему не знаю найдет он таких или нет если теми же самыми будет пользоваться кого я знаю они его приведут очень плохое место могут привести но будем надеяться что все будет хорошо белоруссии производства не до такой степени как в россии понимаете конечно нет слава почему убили талькова ваше мнение знаете о том что убьют талькова я ровно за год сказала причем я не знал кто такой тальков я познакомился с неким рыжим мужчиной вот который курил у меня сигареты жетан без фильтра да и пока мы курили разговаривали товарищ ко мне подходит без знаешь кто такой я бы я не знаю но я говорю так явно конституционной ядерной формы психопатии у человека явно он долго не проживет почему я говорю потому что у него такая говорю агрессия сейчас мир очень агрессивный то есть рано или поздно он нарвется я говорю вот год максимум и нарвется так оно и получилось причем день в день и это на самом деле не пророчество почему потому что ну было видно что он готов к этому то есть не здесь бы он нарвался в другом месте бы нарвался безусловно есть понятие вективность то есть способность лица становиться жертвой преступления конституционная ядерная форма психопатии это у человека который страдает и он всегда очень вективе супер вективе нами труднее найти кого-то который был бы еще более вективы поэтому я потом после того как встретил этого человека я послушал его песню мне они очень понравились я конечно не стал фанатом талькова но до сих пор я слушаю песню мне нравится очень его песню он хороший человек и как бы я ничего плохого о нем не могу сказать но что он как и многие звезды был психопатом для меня это совершенно очевидно то есть я говорю вы должны понять что это неплохо то есть путь пушкин был психопатом чем бы от этого меньше любим столь пушкина но это врожденный уродливый характер вы куда тут денешься массово вокруг нас психопат а то потом скажут мальц там обосрал талькова я не обсираю тальков тальков очень хороший на мой взгляд был человек и я очень сожалею что погиб он мог бы много еще шедевров бы создать а вот интересно где он был сейчас какой стороне шедевры бы он создавал за крым наш или за крым не наш не знаю ты знаешь для вот мне тоже написали вы там вот прокомментируйте свою позицию про как по крыму там который там феврале было там и так далее прошлого года а это очень сложно вы понимаете то есть не прокомментируйте прокомментируйте очень просто принять решение тогда было очень сложно ты помнишь насколько болезненно это было решение принять по крыму для нас вот мы каждый день об этом говорили обсуждали что что вот как как какой путь для нас понятно было сейчас совершенно очевидно что крым русский да там русские живут то есть то место где основная масса какой-то одной национальности она и принадлежит этому народу а в рамках какого государства ну наверно это не имеет значения особенно для людей которые ненавидят любое государство ну как форму который угнетает людей поэтому понятно что мы изначально были против того что путин там как хоть с какой бы стороны рисовался понятно и я не думаю что у талькова был какой-то другой такой вот выбор я думаю тоже сложно решал но но решил в пользу того что все таки украина как государство не крала у россии крым как нам пытаются навязать да то есть это совершенно очевидно исходить из и вот таких чисто собственнических вариантов да украина добросовестный приобретать так это назовем с точки зрения собственности действительно мне кажется а я лутин а путин крым украл самым натуральным образом ну да имело место просто когда они беловежской подписывали просто не подумали об этом если бы подумали вот в одну секунду и сказали мне кажется никто бы не возражал ни кучма там никто бы не возражал да а ты знаешь что это у меня сложно еще семейный в связи с этим ситуацией как дядя мне говорит вот когда про крым мы тогда с тобой обсуждали феврале прошлого года а у меня где-то ты вспомни отца твоего за что прессовали и действительно работа о культу о культе личности стали написал который его товарищ кгбшник отнес в партийные органы в кгбшные органы написал маляву какой он злодей его потом выгнали из партии потом вернули в партию объявили выговор потом сняли выговор но в результате в академии мвд преподавал в москве он оттуда улетел и стал преподавателем саратского юридического института да вот именно только из-за этого вот там одна глава она была посвящена крыму то есть он писал что хрущев мудак что он сделал заложил бомбу замедленного действия которое взорвется и еще мы об этом очень сильно пожалеем то есть вот поэтому как то с точки зрения такой семейный тоже был очень тяжелый выбор как вот сказать наш крым или не наш да вот такие дела в любом случае крым точно не путинский в любом случае украина крым не крала у россии поэтому то что сделано с крымом это преступление а за каждое преступление должно неминуемо следовать что наказание правильно так пишут правда что при куликовской битве с обеих сторон были русские полки но мы знаем что во первых никто не знает где куликово поле а если то поле который нам представляет вы знаете там ни одного ни одной косточки не найдено и многие вообще считают что это вот чуть ли не в заряде там у кремля воевали но оставим на их совести во вторых мы знаем что стороны мамая сражались некие кочевники татарские подразделения генуезцы да и что кто бился пересвет челубе кто тут как я все время мучительно вспоминаю кто кто из них более русский да и как как вы помните мамой ну он не был чингизидом если вы знаете да и как бы у него были свои проблемы там с хромым тимуром и с тамышем там со всеми остальными и поэтому он конечно ориентировался на так называемое княжество литовское и русское то есть да в то время это ни для кого не секрет когда Дмитрий Донской воевал с мамаем а до этого платили дань мамай в свою очередь платил княжеству литовскому и русскому ну и соответственно как считают некоторые историки княжество литовское и русское выставило какое-то количество своих воинов какой кто там знать чтобы помочь мамая как там был я не знаю потом вся эта братва после мама и вы знаете там в пригренвальде как литовцы называют жаль герезда там побеждали все вместе тевтонов тоже там совершенно разные полки и татары были и русские были и литовцы были но надо и московье представлено было надо понимать что вот даже допустим пришли монгол татары захватили русь ну во первых прошло там 200 лет до 300 лет да условно говоря то есть они живут тут уже 300 лет ну грубо говоря до этой битвы так кто с кем бьется но они тут живут вы представьте себе 300 лет да условно говоря то есть они точно так же считают но они тут родились и не в первом поколении эти монголо татары они считают это своей землей да условно если даже они были ну какие же они конечно а если с учетом того что рекрутов брали из россии да и за за эти 300 лет грубо говоря вся орда это русское русское войско то собственно было ну а куда их ели что ли когда забирали каждый из каждого десятого двора до во рду ну да ну и пришли ты же знаешь двумя подразделения прикалки два подразделения по двадцать тысяч человек но будем соединением называть хотя на самом деле это не был соединение ты ему подразделение ну такие просто крупные так что вопрос много я вот склонен во многих того что русь русь не 40000 было так понимаешь я почему а то я мысль не довел до конца мы пришли 40000 передовой два передовых отряда по 20000 каждый и захватили руси к так так не бывает тогда имел место национальный предатель конечно конечно об этом все идет это речь что это был авангард то к которому примкнули уже те которые хотели внутренних разборок ладно о том учет зашли далеко вот пишет монголов не было не было собуда как его собудай богатур дай джабе даем которые пришли тогда все здесь вот я с вами рисалки их не был я согласен собудай как он воин тигр с отгрызенной лапой вот так его звали да ладно что ты извини я перебил за не ну я это я говорю что все имена их не они какие-то русские очень да мама и баты ну блин совсем не вяжется челубей хорошо до свидания до свидания